Взрывы и выстрелы прерывают счастливый бег времени и перед глазами 41-й. Разворачивается напряженный бой, грохочут орудия, взрываются снаряды. Кадры реконструкции 2016-го возвращают нас в трагические 40-е. Настолько правдоподобно получилось у историков воссоздать то, что прошли солдаты, офицеры, женщины, дети, все те, кто жил здесь до тех пор, пока не началась война. Каждый год в стенах священной цитадели вновь и вновь эти события получают новое звучание. Это единственный фестиваль в мире, который происходит в исторически точное время. В исторически точном месте и максимально пытаемся повторить те события. Из новостей каких-то фестивалей в этом году к нам впервые заявились чешские реконструкторы. Чехословакии у нас не было. Это уже 16-е государство, которое у нас когда-либо принимало участие в нашем мероприятии. То есть в принципе у нас уже покрыта и вся Европа, и Соединенные Штаты Америки, и Китай, и Япония. Меньше чем через месяц здесь вновь пройдет подобное мероприятие, принять участие в котором уже изъявили желание порядка четырех сотен реконструкторов. По своим масштабам фестиваль превосходит многие аналоги за рубежом. Главное – вход для просмотра бесплатный. Для качественной инсценировки задействуется раритетная техника. Многие модели воссоздаются буквально по крупицам. Видим, что каждый год приходят десятки тысяч людей для того, чтобы побывать на военно-исторической реконструкции. Мы не берем плату за вход, так как это делают на аналогичных мероприятиях. Большей частью финансирование и из городского бюджета, и областного бюджета. В том году большую помощь оказали нам инвесторы и наши единомышленники из Российской Федерации. В этом году мы пытаемся перейти на частично народное финансирование. То есть на краонфандинге выставили наш проект. Кто желает помочь, просто ввести в поисковике «Улей» 22 июня. «Улей» – это наша белорусская краонфандинговая платформа. «Улей» 22 июня. Нажать кнопку «Поддержать». И каждому, кто поддержит, мы гарантируем какие-то памятные призы, сувениры. Поддержать проект – значит внести свою лепту в дело сохранения общей памяти. Памяти о трагических сороковых, о сотнях, тысячах, миллионах тех, кого не пощадила война. Ведь реконструкция – это не просто инсценировка событий. Это возможность понять, через что пришлось пройти защитникам нашей Родины, почувствовать гордость за героическое прошлое и осознать, насколько бесценным богатством является мирная и спокойная жизнь.